Господи Божий мой, на Тяуповах, спаси мя от всех гонящих мя, избави мя. Мир вам, дорогие братья и сестры! Сегодня, в день праздника Богоявления и крещения Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, за богослужением читается Евангелие от Матфея, глава 3, стихи с 13 по 17. Послушаем это евангельское зачало в прочтении Отца Александра. Во время Оно, прииди Иисус от Галилеина и Орданко Иоанну, креститесь от Него. Иоанн же, возбранявший Ему глаголя, «Ас, требую тобой, креститесь, и ты ли грядеши ко Мне?» Отвечав же Иисус, речи к Нему, «Остави ныне, так обоподобно, если нам исполните всякую правду, тогда остави Его». И крестився Иисус в зыде Абия от воды, и си отверзошася Ему небеса, и види Духа Божия, сходящая, как голубя, и грядущая на Него. И си глаз небесе глаголя, сей есть Сын Мой возлюбленный, о Нем же благоволих. Предлагаю прочитать этот текст в русском синодальном переводе. В то время приходит Иисус из Галилеи на Иордан к Иоанну креститься от Него. Иоанн же удерживал Его и говорил, «Мне надобно креститься от Тебя, и ты ли приходишь ко Мне?» Но Иисус сказал Ему в ответ, «Оставь теперь, ибо так надлежит нам исполнить всякую правду». Тогда Иоанн допускает Его. «И крестившись, Иисус тотчас вышел из воды, и си отверзлись Ему небеса, и увидел Иоанн Духа Божия, который сходил, как голубь, и не спускался на Него. И си глаз с небес глаголющий, си есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение». Нашему мысленному взору, дорогие братья и сестры, в данном евангельском рассказе открывается глубоко поучительное, дивное, полное божественного величия картина события крещения Господня. Когда Иисусу Христу исполнилось 30 лет, Он пришел к Иордану, где Иоанн крестил народ. Предтеча Господень Иоанн и Спаситель были стройниками по плоти, возможно, троюродными братьями. Было ли общение между ними в детстве и в позднем возрасте, нам неизвестно. Но важно то, что именно в момент пришествия на Иордан Иоанн креститель открывает в Иисусе ожидаемого Мессию. Он знает, что Христос, будучи особым человеком, избранным и безгрешным, поэтому на просьбу о крещении отвечает Господу. «Мне надобно креститься от Тебя, и Ты ли приходишь ко мне?» На что Спаситель кратко и решительно отвечает. «Оставь теперь, ибо так надлежит нам исполнить всякую правду». Блаженный Иероним Стридонский замечает, «Троякая причина была для того, чтобы Спасителю принять крещение от Иоанна. Во-первых, чтобы, как он родился человеком, исполнить всякую правду и смирение перед законом. Во-вторых, чтобы своим крещением утвердить значение крещения Иоаннова. В-третьих, чтобы, освящая водой Ордана, показать через нисхождение голубя пришествие Святого Духа во время крещения верующих». И если вначале Иоанн недоумевал, как он может крестить проповеданного, то после слов Христа проявляет свое послушание воле Божией и совершает положенное крещение. Во Христе действуют две природы – божественная и человеческая. Как человек он должен был исполнить все, чего требовал от людей Бог. После рождения Христос претерпел обрезание, был посвящен как первенец Богу в Иерусалимском храме, был в послушании закону и старшим. Приходя теперь на Ярдан, Спаситель принимает новое установление Божие – крещение, которое было открыто Иоанну как символ очищения от грехов иудейскому народу. Раннехристианский писатель и мыслитель Феодор Мапсуистийский пишет, «Господь смиренно-мудро, как один человек из народа, подчинился пророку и крестителю для крещения, чтобы осветить воды и наше возрождение через омовение и усыновление, и отпущение грехов, и все другие блага крещения, которые он даровал нам». «Когда же Господь крестился, отверзлись ему небеса, и увидел Иоанн Духа Божия, который сходил как голубь и не спускался на него». По объяснению Иннокентия, архиепископа Херсонского, свод небесный над главой Иисуса, представился раскрытым наподобие того, как это бывает во время сильного, продолжительного блеска молнии из облаков. «Дух Божий под видом голубя сошел на Спасителя, чтобы явить людям Сына Божия во Иисусе Христе, который до тех пор пребывал в безвестности». Голос Бога Отца «Сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение» был указанием Иоанну и присутствующему народу на божественное достоинство крещаемого, как Сына Божия в собственном смысле, единородного, на котором вечно пребывает благоволение Отца. Святая Церковь празднует крещение Господне, именуя этот праздник Богоявлением, так как в событии этом явила себя людям вся Святая Троица. Бог Отец голосом с неба, Бог Сын крещением от Иоанна в Иордане, Бог Дух Святой со шествием на Иисуса Христа в виде голубя. Все то, что произошло при крещении Господнем, происходит и при крещении каждого христианина. Погружением в воду мы умираем со Христом, «Восстанием из воды мы соединяемся с Христом Воскресшим. Дух Божий сходит на нас, укрепляя нас Своею всемогущей благодатью, а Отец Небесный усыновляет нас через любовь Иисуса Христа». В эти дни, дорогие братья и сестры, мы как никогда исполняемся радости, притящаясь и омываясь водой, освященной благодатью Божией. Эта вода должна напоминать нам о безмерной благости Господней, премудро устроившей наше возрождение в таинстве крещения, в котором мы призваны к праведной жизни во Христе. Помогай нам в этом, Господь! Господи Божий мой, на Тя уповах, спаси мя от всех гонящих мя, избави мя. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok